Приветствуем вас! Данный видео урок посвящен обзору основных функций платформы Wallfix.net. Для запуска платформы вам необходимо ввести ваш логин, пароль, при желании сохранить его для последующих запусков и нажать кнопку Run. После этого в течение нескольких секунд запустится основное окно платформы. Окно называется Traders Rating. Из него производится управление всем функционалом платформы, открытие других окон, управление базовыми основными опциями и функциями платформы и так далее. Что из себя кратко представляет это окно? Вы видите слева график того инструмента, который выбран в данном случае, это фьючерс на пару евро-доллар, торгующийся на бирже семьи, и сделки участников рейтинга. Все клиенты нашей платформы, а также люди, получившие тестовые счета, могут зарегистрировать себе свой ник и под ним на двух всем доступных тестовых счетах производить как публичные, так и не публичные сделки. То есть публичные сделки, естественно, публикуются в данном рейтинге, не публичные не публикуются. Что из себя представляет еще окно? Вверху, как и во всех остальных окнах платформы, мы видим красной полосой выделенную панель управления. В нее обычно вынесены как и в основном окне, так и в других окнах платформы основные наиболее часто используемые функции. В данном случае, закладка Component, это компоненты платформы, основные графики, таблицы и прочий функционал платформы. Быстрый доступ к Order Window, это окошко ордеров, торговый сервис платформы, от нем мы поговорим немножко позже. Чат, для чата, видите, платформа просит зарегистрироваться, сейчас мы к этому вернемся. Управление десктопом, это сохранение открытых окон и прочее. Лейауты, тоже сохранение открытых окон. Сетап, это доступ к основным настройкам в целом вашего логина и платформы. Window, это закладка позволяет навигировать между окнами. Сейчас у нас открыто только одно окно, если у вас будет открыто 5, 10, 20 окон, то здесь будет доступен весь их список. И, собственно говоря, рейтинг сетап. Управление рейтинга, вы можете выбирать всех пользователей, пользовательскую группу, отдельного пользователя находить, выбирать тикер. Предположим, перейдем к российскому рынку. Выбираем фьючерсный индекс РТС. Видим, да, тут другой рейтинг, другие игроки, другие участники и другие, собственно говоря, сделки. Далее, вот вы видите, да, ниже под панелью управления надпись ГЕСТ. РО, это read only, только для чтения, для просмотра, да, до того, как мы с вами зарегистрируемся. Вводите любой ник. Ник имейте в виду, изменить нельзя, можно изменить фотографию, ваше имя, но ник не меняется. То есть, выбрав однажды ник, вы его больше сменить не сможете. Вводите все остальные параметры. Нажимаете save. Платформа сохраняет ваши данные. И здесь, вместо надписи ГЕСТ, ГОСТЬ, появится ваш ник. После этого вы сможете пользоваться чатом, сможете пользоваться рейтингом, то есть, свои сделки публиковать в рейтинге и так далее. Далее, в желтой строке под панелью управления показывается, какой у вас сейчас выбран инструмент и период отображения рейтинга. То есть, за два дня. В данном случае, еще раз напомню, в рейтинг-сетапе вы можете изменить эти параметры и посмотреть рейтинг. Либо по другому инструменту, либо за другой период. Внизу под графиком у нас идут новости. Ниже написано EXPIRES. Это дата истечения текущей подписки, текущего доступа. Если написано FREE, то это тестовый доступ. Перейдем кратко к обзору компонентов. Хотя, еще маленькое дополнение. В каждом из окон правой кнопкой вызывается контекстное меню. Оно может отличаться, но не кардинально. В принципе, в большинстве окон вынесены схожие функции. Настройки цветов, опции. В основном окне, вы видите, есть доступ к глобальным опциям. Это опции, которые влияют на настройки всей платформы, всех окон и так далее. Более детально о всех опциях будет рассказано в отдельных роликах платформы. Данный ролик носит исключительно обзорный характер, чтобы коротко донести вам смысл платформы и ее функционала. Пройдемся коротко по компонентам. Aggregate Statistics. Данная таблица статистическая позволяет просматривать статистические данные по разным инструментам за разные периоды времени. Допустим, я сейчас поставил объем за последнюю минуту. Вот по РИ. Сейчас мы выберем валюту. Евро. Можно выбирать день. Как видите, час. Кластер за сколько минут. То есть, вот допустим, 15-минутная статистика. То есть, каждые 15 минут. И так далее. Также можно менять здесь инструменты. В Polyticker. Кстати, Polyticker доступна практически во всех окнах. Здесь мы видим, можно переключаться между разными параметрами. Опять-таки, более подробно о данной функции можно будет посмотреть в ролике, посвященном данной функции. Это касается всех окон. По большинству из них ролики доступны. Вы можете отдельно посмотреть более глубоко обзор по каждому из окон. AutoFollowDesk. Таблица автоследования. Даже правильнее сказать, комплекс автоследования. Здесь вы видите всех участников по тому или иному инструменту, торгующих публично. И можете настраивать подключение к тому или иному счету и тому или иному участнику. То есть, само слово автоследование говорит само за себя. Вы можете подключить свой счет, как реальный, так и тестовый, к любому из участников. И использовать это для получения, собственно говоря, прибыли. То есть, ознакомиться с результатами. Посмотреть на сделки того или иного человека. И выбрать, вот видите, connect. Выбрать свой счет и подключить на определенных условиях. Более детально также в ролике, посвященном AutoFollowDesk. Как и везде, есть контекстное меню в данном окне, в котором вы можете смотреть, какие опции доступны. Вот, допустим, сразу открыл я All Prices. Статистическая таблица по суммарным объемам. Допустим, опять-таки, фьючерс на пару евро-доллар. Открыта статистика. Что она из себя представляет. По каждой из цен мы видим суммарный объем. Он сейчас отсортирован по столбику Volume. То есть, по цене 1.09.86 прошло за текущий день 1336 трейдов с суммарным объемом 2348 контрактов. По биду из них прошло 1520, по ASCO 828 и дельта у нас отрицательная минус 692 контракта. То есть, здесь также можно менять инструменты, менять период отображения на любой. И смотреть статистические данные. Следуем далее. Барчарт. Практически классический баровый график. Но, если в классическом баровом графике вы видите High-Low, как и здесь, собственно говоря. То в нашем случае горизонтальная палочка отображает цену с максимальным объемом в данном баре. У нас сейчас выбран интервал бара 5 минут. То есть, если мы посмотрим на вот этот бар. То по цене 86.410 было не закрытие, а цена с максимальным объемом. Она может совпадать с самой закрытия, а может и не совпадать. Также, как мы видим, здесь есть контекстное меню с основными функциями платформы. Часть из них дублируется в панели управления. Мы можем менять вид бара, Open-Close, High-Low. То, что я вам говорил, да. То есть, сейчас вот по объему мы можем изменить. И увидим, да, здесь, кстати, цена с закрытием совпала. Вот мы видим открытие-закрытие. Можно смотреть открытый интерес. Можно совмещать контракты. Если мы смотрим фьючерсные контракты за длительный период, где было пересечение двух предыдущего и текущего контракта, то нажав эту функцию, мы можем совместить два контракта и смотреть нерванный график. Далее мы можем добавить второй график здесь. Предположим, если мы смотрим сейчас фьючерс на индекс РТС, то мы можем добавить сюда, допустим, график Сбербанка. Наложить, посмотреть. Мы называем это арбитражным сервисом. Вы можете накладывать графики разных инструментов, искать даже для себя арбитражные пары. Следуем далее. Это наш график, созданный непосредственно компанией WolfixNet. То есть до того, как мы его сделали, собственно говоря, такой формы отображения, объема и цены не было. Также прошу обратить внимание на наш интерактивный стакан. Тоже весьма интересен. Кто захочет более детально ознакомиться, может посмотреть наши видео уроки, полезные видео вебинары и так далее. Что из себя представляет блокчарт в двух словах? Также это, естественно, отображение объема по цене, но с возможностью наложения на него, так скажем, временных сеток. То есть мы смотрим не только на цену и объем, но накладываем на него еще и время, которое позволяет нам видеть, каким образом во времени распределялся объем. То есть в данном случае, допустим, 30-секундные кластера объединены в 5-минутные периоды и еще при помощи фона 15 минут и также вот минута, да, цветом разделено. Это многие наши клиенты используют при анализе. Как с этим работать, можете посмотреть в обучающих видео уроках по платформе, а также в наших вебинарах. Да, как всегда, есть контекстное меню, напомню, опции, окна, Color Settings. И важная и полезная функция – это Symbol Lookup. Она доступна во всех окнах платформы. Вы можете вбить описание любого инструмента. Нажать кнопку Find и вам покажет, что и на какой бирже есть с таким описанием. Там вот акции, другие бумаги. Следуем далее. Classic Profile. Классический буквенный профиль. Также строится по любому выбранному вами инструменту. Возьмем, допустим, Futures e-mini S&P 500. Вот классические буквенные профиля. Все тоже. Панель управления более детальна непосредственно в ролике, посвященном данному графику. Кластер-чарт. Кластерный график. Слово кластер также принадлежит применительно к отображению объема и цены. Мы стали первые использовать это слово. И сейчас уже, в принципе, такое слово, как кластерный анализ у всех на слуху и никого это не удивляет. Но вот слово кластер-чарт было придумано нами в таком сочетании с такой смысловой нагрузкой. Также здесь вы можете видеть суммарный объем, отображение дельты, распределение объема по биду и аску, объем дельта и многое другое. Все, что касается анализа бид аск, распределение объема как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости доступно в этом графике. Также много есть разного функционала, с которым вы можете ознакомиться в отдельном видеоуроке, посвященном данному графику. Следуем далее. Кластер-профайл. Тоже кластерный профиль. Суммарный объем, очень удобное управление графиком. Один из самых популярных графиков в платформе, который используют наши клиенты. То есть тоже есть интерактивный стакан, разнообразные функции, фильтрация объема и так далее. Комбо-бар-чарт. Это графики с комбинированным временем. То есть смотрите, в данном случае коротко показаны 4 недели, включая текущую по фьючерсу на пару евро-доллар. То есть мы видим в единой плоскости по ценовой шкале как формировалось движение цены. То есть вот с 12 октября синяя неделя по текущий день по 2 ноября белая неделя. Здесь хорошо видно взаимодействие цены. Вот мы видим даже как объем предыдущей недели для зеленой недели предыдущей недели была синяя неделя. Как он влиял на последующие движения. То есть вот закрытие синей недели под объемом собственным привело собственно говоря к дальнейшему падению цены от каких-то уровней с ключевым объемом. Причем зеленая неделя вот она оттолкнулась от предыдущего объема. И таким образом можно более наглядно отслеживать разнообразные паттерны паттерны случаи на рынке. Здесь можно использовать периоды как недели месяцы дни по времени по собственному выбору и даже внутри часовые паттерны можно строить вплоть там до просмотра пяти минуток. Следуем далее. вот так же здесь есть контекстное меню. За комбо барчартом идет дельта search тут даже я особо останавливаться в данном видео на этом сервисе не буду. Он идет в паре с арбитражным сервисом предназначен для поиска арбитражных дельт и так далее. Маркет Watch классический Маркет Watch вот к примеру вы можете здесь добавлять вручную инструменты для отслеживания изменений динамики либо есть уже готовые группы вот tickers групп доу 30 юр mysex currency допустим валюты mysex top основные инструменты московской биржи можно естественно проводить сортировку вот наиболее ликвидный сейчас объемный у нас торгуется сбер то есть 8 миллионов уже проторговано следом идет газпром там втб лукойл и так далее вы видите объемы видите допустим сегодняшнее максимальное значение объема для скажем так отслеживания статистики по большому количеству инструментов весьма полезный полезная функция также контекстное меню и так далее минут каунты тоже статистическая таблица можно выбирать просматривать именно данные по объему в определенных диапазонах то есть смотрите у нас там вот нас сегодня допустим интересует с 84 с 84 тысяч до 85 500 объемы то есть исключительно в каком-то диапазоне так вот вот у нас данные да где было максимальный объем какие беды аске сколько трейдов и так далее классическая статистическая таблица с определенными особенностями news это новостной поток я не могу сказать что он у нас пользуется большой популярностью есть несколько источников вы можете за ними следить окно ордеров здесь немножко остановимся что позволяет делать окно ордеров мы как компания уже достаточно давно более 2-3 лет предоставляем возможности по торговле на реальных счетах любому клиенту нашей платформы доступна возможность торговать как российский рынок более детально вы можете узнать у наших менеджеров либо по почте либо по скайпу на сайте доступен список всех торговых швизов которые мы поддерживаем если в двух словах вот опять-таки вызывая контекстное меню заходим в аккаунт connections и видим все возможные шлюзы для подключения то есть мы не делаем пока ни для кого никаких исключений всем клиентам которые имеют счета с возможностью подключения через один из указанных шлюзов мы предоставляем такую возможность на равных условиях то есть приобретя у нас платформу вы можете спокойно бесплатно подключать до трех счетов причем неважно вы можете подключить к себе и счета российского брокера и счета допустим американского брокера и одновременно с одного логина ими оперировать также также более детально о окне ордеров вы можете посмотреть в отдельном посвященном данном окну ролики рейндж бар рейндж бар представляет из себя возможность построения кластеров баров не по принципу прохождения какого-то периода времени а по принципу достижения суммарного объема то есть вот мы сейчас видим 1000 лот стоит по фьючерсу на пару евро доллар соответственно все кластера плюс-минус вот мы видим здесь на закрытии видать прошел большой объем чуть ли не одним тиком и объем кластера существенно отличается почти в полтора раза от выбранных нами в 1000 контрактов но конкретно по достижении объема в 1000 контрактов давайте чуть уменьшим до 500 вот как только суммарный объем кластера достигнет 500 контрактов плюс-минус тут же начнет строиться новый кластер здесь также есть возможности по отображению дельты беда аска кумулятивные дельты внизу и так далее причем тоже рейндж бары как вы видите можно строить по объему по размеру и по дельте тоже весьма широкий спектр возможностей у данного вида графика реверчарт это график волатильности он имеет несколько форматов тоже ему посвящен целый видео урок кому интересно можете посмотреть подчеркнете много интересного и полезного то есть тоже уникальный график наша собственная разработка тик чарт тиковый график как бы тоже у нас слово классический хоть и присутствует скажем так как в лексиконе но не всегда оно является сам функционал является классическим всегда есть какие-то наши собственные разработки допустим линейный график то есть тики распределяются если здесь они идут один за другим и как вы видите временная шкала разделена на неравные периоды то есть здесь идут минуты но ширина минут разная потому что количество тиков количество сделок в единицу времени отличается если я допустим ставлю line time то вот тики как бы на один на другой накладываются но зато временная шкала становится линейной то есть более нам понятной здесь мы можем воспользоваться допустим фильтром да там сфи с x допустим 800 попробуем контрактов и 500 подставим вот мы видим большинство цифр исчезло но нам подсвечиваются значения достигшие указанного нами фильтра тоже весьма удобно для рассмотрения каких-то скальперских технологий в принципе более точного входа весьма полезный график со своим функционалом контекстным меню и так далее тик search это в принципе тоже статистическая таблица которая может рассматриваться да и должна рассматриваться в паре с тик чартом тиковым графиком то есть мы здесь видим статистику по каждому тику интересующим у нас допустим у нас есть по опять-таки паре евро-доллар ключевой тик за сегодня составил самый крупный тик 648 контрактов он состоял из 185 трейдов и вот все трейды указаны по убыванию здесь тоже есть ряд своих функций интересных более детально непосредственно в видеоуроке посвященном данному данной статистической таблице журнал объемов не могу сказать что часто используемая функция но она позволяет отслеживать изменения перенос до максимального объема во времени то есть вот контракт начался торговаться ну вот первые тысячи контрактов в декабрьском контракте еще в конце августа была достигнута вот как шло изменение то есть цена менялась с максимальным объемом и на данный момент цена с максимальным объемом в контракте это 1,12 с половиной евроцентов вернее долларов за одно евро там суммарный объем составляет 25 173 контракта следуем далее volume search тоже поисковик объемов очень полезная статистическая таблица вы здесь можете составлять рейтинги максимальных объемов допустим сейчас установлен интервал в 15 минут возьмем более широкий период с 26 10 по 3 11 что нам показывает данная таблица что все дни которые мы выбрали то есть 26 декабря по текущий момент разделены на 15 минутные интервалы и показана по ним статистика на данный момент самый крупный объем за 15 минут суммарный по одной из цен в течение 15 минут это 2486 контрактов цена 1.095 по евро суммарный объем этой пятнашки составил аж 25 тысяч контрактов и так далее то есть полезные статистические данные особенно для исследования прошлого volume profile кто любит визуально отслеживать статистические данные в виде профилей вот данная функция максимально подойдет что мы сейчас сделаем один день возьмем сегодняшний часы трогать не будем вот мы сейчас посмотрим по фьючерсу на е-мени S&P 500 данные за текущий контракт текущий месяц хотя нет месяц возьмем предыдущий предыдущую неделю и текущий день нажимаем apply видим белым цветом декабрьский контракт максимальные объемы объемы ноября вот они с контрактом пересекаются также можно масштабировать накладывать разнообразные периоды там вот вы видели да контракт месяц неделя день час и по вашему выбору тоже полезная статистическая статистический график так ну и собственно говоря System News здесь всегда автоматически при запуске платформы появляются те новости которые мы хотим до вас донести какие-то изменения там акции и прочее мы всегда повещаем не только по e-mail но и по системе новостей внутри платформы мы благодарны вам за внимание смотрите наши информационные и обучающие ролики берите тестовые доступы всегда рады вам помочь и ответить на все ваши вопросы удачи и позитивных вам сделок